Ну все, дорогие друзья, я и так считаю, все делали подвиг сразу с поезда, с самолета и сразу на конференцию. Я очень рада всех видеть и должна сказать, что это такое вот как бы совместное мероприятие, в котором участвуют как организатор Фонд развития информационной политики, Совет Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Федеральное агентство по печати массовой коммуникации, на чьи, собственно, средства, отчасти, тоже вы приехали. Поэтому вы понимаете, такое организованно сложное мероприятие. Здесь присутствует Клуб Регион, который работает при Совете Федерации. И вы видите, что программа, которая заявлена, она очень большая. Кроме сегодняшнего дня, есть еще два других дня, где будут заседания и выступления представителей Совета Федерации. И будет выступать и первый заместитель, а сейчас исполняющий обязанности председателя Торшина. И, в общем-то, заявлено масса других людей. Практически все кандидаты на главу Палаты Федерального собрания, они заявлены в нашем списке выступающих. Все они присутствуют. Если вы читали интернет, то понимаете, о ком я зваю. То есть вы посмотрите на всех, кто, может быть, даже уже 25-го, по-моему, в главе Палаты. Итак, в комплексное мероприятие вы посетите и МЧС. И, ну, такого Палата, конечно, важна, но не в такой степени, а вот глава МЧС также рассматривается, как я понимаю, кандидат. Дорогие друзья, я думаю, что выступать мне, например, открывать эту конференцию довольно тяжело. Вы видите, что ситуация довольно сложная, достаточно сложная, чтобы не повторять одно и то же слово. Достаточно сложная. Она меняется, я думаю, каждый день. И новые тенденции, они обозначаются, но не все они, конечно, будут реализованы в ближайшее время. Сейчас специалисты заговорили о том, что наступает эпоха депортизации. После 6 мая вот эпоха депортизации. Опять-таки это довольно спорное высказывание, но представители прессы должны с большим вниманием посмотреть на эту тенденцию. Как раз Александр Владимирович Клинин всегда описывал ситуацию на прошлых выборах как ситуацию, где местная пресса, региональная пресса была в значительной степени потеснена газетами партии. Но в условиях нового тренда, может быть, как раз внимание к местной прессе будет усилено. Как Александр Владимирович Клинин, будем надеяться на этот момент. Затем, конечно, дискуссия не возникает на пустом неделе. И возникла новая тенденция. Пошли разговоры о том, что доминирование одной экспертной оценки невозможно. Нужно привлекать экспертов с разных позиций, отражающих разными правилами. Но если это будет реализовано, хотя бы отчасти, если это не будут просто слова, то опять же у местной прессы появляются ненавидные шансы оживить свое содержание и представлять разные позиции. Не знаю, насколько это возможно, но вот такие идут заявления. Вопросы, связанные с программными монотами, и наши люди, конечно, тоже думают о том, какие программы будут заявлены. Есть подходы к обсуждениям и этих моментов, довольно интересные, довольно оригинальные. Появились предложения, связанные с... Для меня это прошлый опыт. Мы это все уже проходили в эпоху СССР, когда УПСС фактически была параллельной управляющей силой. Появилась точка зрения о необходимости для России проводить модернизацию с помощью иных новых рычагов. Это вопросы, связанные с организацией параллельного, как я понимаю, института управляющих, представляющих позицию президента или правительства. Нечто такое. Это называется «Новый кальбер». Франция, 17 век. Я очень уважаю людей образованных, особенно историков, и понимаю, что, конечно, нужно где-то найти какие-то аналогии. Но для меня создание такого нового кальбера, такой фигуры, которая будет проводить модернизацию, создавая новые, параллельные, бюрократические тоже, какие еще могут быть, рычаги продвижения идей. Для меня это опыт КПСС. Я вот сразу представляю обком, райком, представители, вы видите, как они с ним говорят. Мы стали хорошо работать однако. Когда раньше обычно толкового мужика присылали, а теперь вон кого-то. Это же была параллельная, опять-таки, параллельная система управления, параллельное продвижение определенной идей. Вот теперь возврат к этой практике. То есть возникает на более пока еще незаявленных программ и неопределившихся стратегий. Возникают разные предложения. Они будут обсуждаться, надеюсь. И наиболее одиозные и странные не будут в применении. Все-таки опыт прошлого, есть опыт прошлого. И у нас он был. И как бы его игнорировать невозможно. Но вот в этой ситуации, конечно, местная пресса занимает особую позицию, занимает особое место. Она исключительно важна. В этой ситуации стоит вопрос о том, что местная пресса, местная и региональная, она должна быть реформирована. Я не думаю, что эти реформы будут проходить до завершения выборного цикла. Ситуация не та, и нужны уже сложившиеся инструменты продвижения тех или иных идей. Но очевидно, что подготовка к реформированию местной и региональной прессы осуществляется. В частности, мы как фонд подписали контракт на мониторинг всего поля и на генерирование предложений, которые могут быть рассмотрены в русле такой программы. Мы будем стараться всячески добиваться положительных эффектов в этом процессе. Но вы сами понимаете, есть реальность, которую вы должны все понимать. И, конечно, неучастие, я бы сказала, неучастие многих изданий, многих регионов в обсуждении этих предложений, которые были заявлены президентом послания федеральному собранию, вы понимаете, это программа изъявлений. Президент пытается и вот истории с военно-промышленным заказом, военно-промышленными делами показывать, что он отслеживает воплощение каких-то своих предложений. Я думаю, что какие-то меры будут проводиться, будут осуществляться. Что мы хотели бы видеть в этом плане? Это особая вещь, которую, ну, так просто и сформулируешь. Вы многие читали на нашем сайте, и вот мы с Александром Газимовичем публиковали статью на газете РУ, где позиция фонда была определена в какой-то степени. Друзья мои, на режим без звука переключать была определена. Что сказать? Если нашлись те, кто зашел еще на обсуждение моих высказываний, то вы все видели, какую резкую оценку получала моя позиция, связанная с необходимостью постепенных мер, постепенных реформ, учета региональных особенностей. И, друзья, понимаете, сейчас же все зазвонит. Мы тут можем танцы устроить. И я вообще-то отдельные резкие высказывания могу даже персонализировать и четко понимать, что когда люди пишут, что это вот наш с Александром Вадимовичем пят, то Александр Вадимович настолько широко выступает, что ему в выступлении с этой статьей нисколько не добавят, не убавят его известности. Что касается меня, вы видите, что я выступаю очень ограниченно, аккуратно, стараясь не производить чрезмерных таких волнений. Но и тем не менее, довольно резко, довольно негативно. И это понятно. В интернете присутствует, вы знаете, не такая большая часть населения страны. И, как правило, это наиболее такие либерально ориентированные люди. Конечно, для них идея существования прессы, которая поддерживается органами власти, она мало приезжает. Они считают невозможным такую поддержку. И это и редакторы коммерческих изданий, и просто как бы журналисты, и специалисты, которые работают в этой области. Но, конечно, и я бы считала, что хорошо иметь абсолютно независимую от государственного финансирования, от муниципального финансирования прессы. Но все ведь существует в определенных исторических условиях и условиях страны. У нас существует 3,5 тысячи изданий, которые работают вот на этом рынке, или как бы в этой области, скажем так. И это не менее 35 тысяч работников этих изданий. Предложения поступали следующим укладом. А вот главное найти работу журналистам, и чтобы они молчали, и тогда проблема решится очень быстро. Ну, во-первых, найти работу, это же задача, которую легко произнести, но очень трудно исполнить. Муниципальное образование, некоторые, они достаточно малочисленные, там, как бы людей гуманитарных профессий, очень мало, и построить некуда. Но даже оставив вопрос на трудоустройство журналистских кадров, есть еще и задачи территорий, есть сложившиеся. Вот это абсолютно, как я понимаю, неприемлемо, люди, участвовавшие в дискуссиях, когда начинаешь говорить о социокультурных особенностях территории, о привычке получать издания в том или ином виде, о привычке даже получать информацию в определенной упаковке. Это не принимается категорически. И такая точка доминирует, даже на Мстаде, очень сильно. Мы завтра во время круглого стола будем рассматривать на сутки законодательного и регулярного. Но сегодня я обращаю внимание, прежде всего, на ситуацию журналистским сообществом. Обычно, как вы знаете, и я очень благодарна всем, кто участвует в наших исследованиях, у нас рассылка на 3,5 тысячи персональных адресов, мы рассылаем анкеты и получаем, как правило, не менее 300 ответов. Вы понимаете, это вполне достойный ответ, который можно анализировать. Вот и в этот раз мы провели исследование, которое показало очень приятные вещи. Я должна сказать, что, конечно, организационно-правовая форма, которая приближена к рыночным условиям, это автономные некоммерческие организации, это муниципальные автономные учреждения, все-таки ближе к этому. И существует ОАО, это просто абсолютно коммерческие учреждения. Они доминируют. Это достаточно мощная группа изданий, которые вроде бы должны близко работать уже к рыночным особенностям. Но когда начинаются вопросы о том, кого вы считаете своим основным конкурентом, появляется российская газета, появляется издание депутатов, появляется издание других органов, да, как государственных, это удивляет. Очень мало рассматриваются просто коммерческие издания, которые на самом-то деле, на самом деле, на некоторых территориях очень активно конкурируют уже с классической муниципальной прессой. В частности, в паренеке со мной на нашем сайте участвовал редактор газеты «Земляки» из города Кстова, Нижегородской области. И я взяла и провела анализ ситуации в городе Кстова и предлагала даже включить это в доклад агентства, но они решили, что это выходит уже как бы за ранжем. Что оказывается? Действительно, маленькое достаточно муниципальное образование, около 60 тысяч населения. Есть муниципальная газета «Маяк», она работает в классическом варианте, ее доставляет почта. И есть газета «Земляки» и ее конкурент, также коммерческая газета. Вот эти две коммерческие структуры в борьбе с друг с другом и с маяком, который просто они ненавидят. Я должна сказать, это наградь уже нервность, это запредельная ситуация. Вот они конкурируют между собой таким образом, что они борются уже за аудиторию пенсионеров, которым они отдельно доставляют свои издания. Они доставляют сами, без всякой почты, то есть вовремя, в каждый почтовый ящик своей издания. Они выходят в «Свете», газеты «Маяк», «Черное дело». Они опубликуют массу развлекательного контента, который тоже востребован аудиторией. Я должна сказать, что при рассмотрении ситуации на таком рынке, место для классической муниципальной газеты, для классической модели, которая у нас продолжает существовать, этой газеты уже не остается. Фактически эти две конкурирующие структуры коммерческие, они закрывают все, они осуществляют всю возможную поддержку читательской аудитории. Вот какие есть ситуации. И это, конечно, самые активные, бывают, конкуренты муниципальной прессы. Поэтому вопрос, в ответ на вопрос, какие конкуренты, какие для вас важны российская газета, которая, конечно, бесплатно доставляется, бесплатно получают ее многие. Это все, это так, но почему исключена коммерческая пресса? Почему она не рассматривается как главный и основной конкурент? И, конечно, когда есть такая позиция, и муниципальные здания не заинтересованы в том, чтобы совершенствовать свои возможности. Например, заниматься доставкой. Почта России, вы знаете, я уже даже перестаю говорить на эту тему, она не занимается нормально доставкой прессы и не будет заниматься. Она сейчас высвятодучилась исключительно на коммерческой части, она доставляет все, что связано с финансами, организует магазины. Вот в моем доме вместо почтового отделения теперь почтовый магазин. Продается хлеб, молоко, шампунь и чего-то еще от почты чуть-чуть. Вот этим она будет заниматься. Она не заинтересована в том, чтобы совершенствовать доставку прессы. Но ведь и муниципальная пресса очень мало работает в отдельных регионах на то, чтобы создать свою альтернативную. Муниципальная пресса не совершенствует изобразительный лент. Она скована, как раз скована тем, той формой, в которой она сегодня работает. Завтра, я думаю, мы это обсудим. Когда газета в госучреждении, когда все, что она закупает, она должна в конкурсных условиях по 94-му закону все это приобретать. И на каждый карандаш нужно отдельное разрешение. Это невозможная ситуация. Поэтому вот проблема. Но меня поражают журналисты, которые не желают признавать, что сегодня во многих регионах коммерческая пресса, прежде всего она, она востребована аудиторией. И она основной конкурент. Хуже всего ситуация с областными изданиями. Областные издания. Ну, в докладе мы написали, что редко до 25 тысяч, но это Сибирь, да. Да, обычно классические, это до 5 тысяч областное издание. А какой бюджет осваивает? Это миллион рублей. А какой штат? Это могут быть десятки, там, скажем, 65 человек. Издание, которое выходит вот тиражом 5 тысяч, часть из этого тиража, как бы продвинуто властями. Это разве нормальная ситуация? Такая газета, конечно, она конкурирует с коммерческой прессой. Но понимает ли она, по каким линиям она должна конкурировать? Я думаю, вот этого понимания нет и нет желания сделать эти издания конкурентоспособны. Фактически, бывшая областная партийная и государственная печать, которая сегодня вот тоже существует в другой форме, в другом виде, она теряет свою мишу. И, конечно, такие издания, которые работают на рынках, не 20 тысяч населения, а это обычно столицы, субъектов федерации, правда? Это крупные города, где, вроде бы, газета должна получать много рекламы, должна заниматься этим всем. А она не особенно усердствует. И, конечно, это раздражает людей. Это раздражает людей, которые, как только прочитают вот так, редакцию на последней полосе, как я, где есть завкор с сетью, это областной город, да, завкор с сетью, там, корреспондентов, штук пять. Вы понимаете? И такие низерные результаты. Это, конечно, я думаю, та практика, от которой приходится отказываться. Но, к сожалению, вот осознать необходимость вот перехода в состояние, когда аудитория в большей степени, да, востребовать издание, когда издание должно работать над оформлением. Издание должно привлекать содержание. Вот эта ситуация очень тяжелая. И вы сами знаете, что не всегда редактор, даже понимающий, может ее, как бы, реализовывать, эту стратегию. Всегда есть ограничения. Черное-белое мы не показываем, это не публикуем. Почему опубликовали картинку, да, фотографию с недостроем, что у нас нет хороших домов. Все это известные вопросы, и это тяжелая вещь. Я думаю, вот газеты, работающие на таких рынках, они должны будут в ближайшее время перейти к другим формам существования, если сохраняться в этой борьбе. А так, вы сами понимаете, что соглашение о размещении пакета документов, которые необходимы, быть опубликован, оно может быть с любым изданием, в том числе и с коммерческим. Правда? Да. Поэтому, ну, вот эта зависимость сегодня есть, но так как? Конечно, только областные издания имеют этот сумасшедший бюджет. Муниципальная пресса в отдельных случаях имеет 5% каких-то там вливаний, если они есть, а в каких-то случаях это вообще только какая-то там незначительная часть денег, совершенно незначительная. Но они учреждены, и они выполняют эти функции, они ограничены в публикации определенных материалов, и это не позволяет им существовать. Тем не менее, мы предлагаем рассматривать отдельно по территориям, отдельно по изданиям, и не заниматься вот таким стремительным процессом приватизации всего одномоментно, как было сказано, полгода. Полгода ведь было заявлено господину Барковичу, ну, за полгода раз и все. Я бы считала, что это, конечно, невозможно. Но коммерческая пресса приветствовала такие высказывания очень сильно, как сказал господин Сунгоркин, да пусть делать, что хотят, но рекламный рынок нам отдается. Я бы считала, что газета любая должна сохраниться. В какой форме она будет, я не знаю, но она должна сохраниться, если она имеет читателей, если коллектив настроен на работу и будет работать. Конечно, вот эти пессимистические настроения ряд изданий, которые считают, что если бороться за финансирование, то это вот за увеличение поддержки, это вот, понимаете, вот этого не хватает. Как ни странно, в ходе исследования сделалось абсолютно очевидным, что люди даже не особенно склонны рассматривать свою работу как бы в коммерческом плане. Вот борьба за рекламу как-то не прозвучала, борьба сочетатель, не прозвучала. А вот поддержка государственными и муниципальными органами, вот это важная вещь, вот это вот за это мы. Но вы понимаете, что это не подход. В сегодняшней ситуации, к сожалению, должно сказать многие издания, комфортно, наверное, себя чувствовать в такой ситуации, но многие нет. Борьба за бюджеты муниципальных образований не подходит. Сегодня, конечно, эта пресса должна перейти к тому, чтобы бороться за другие доходы. Вот тут самые финансированные, вы видите, гранты, платные материалы, бюджеты различных уровней. И только потом, значит, это вот по уровню, да, что для вас вадим, первое, второе, третье. Вы видите, все подчеркивают именно это, друзья мои. А нужно бы подчеркивать как раз другое. От розницы практически нет доходов у большинства, отвечавших на вопрос. Доходы в основном идут из других источников. Да, вот, к сожалению, я сама была удивлена, вот вопросом. Конечно, тут надо понимать, что все-таки отвечают люди, которые в большей степени привыкли отвечать на такие вещи. Есть определенные ограничения, выборка, наверное, неполная, но все равно это несколько пугающая картина. И если вот так представлять это, я думаю, я вам говорю сегодня в этой аудитории, завтра во время круга встала, я не хочу другая журналистов, в какой-то мере, буду пытаться поддерживать варианты, которые дадут возможность сохранить журнеспособные издания и поддержать издания на тех территориях, где рынок никогда их не сможет поддержать. Не надо питать иллюзии. А будучи приватизированными, то есть проданными, они просто прекращают свое существование. Вот территория Кстова, но понимаете, газета «Маяк» очевидно не сохранить свой бренд, хотя, вы знаете, это газета, которая издается уже… Я об этом и говорю. Конечно, конечно, вот Александр Владимирович абсолютно прав, что это особая все-таки территория, это особая экономическая ситуация, но все равно в вопросе проявилась такая странная вещь. Все редакторы считают, что они работают на исключительно проблемных территориях. Вот у всех территорий проблемы. Никто даже не сказал, ну нормальная у нас территория, так есть и то, и то, но есть проблемы. Нет, все работают в экстремальных условиях, в тяжелейших условиях, депрессивных. Ну что такое? А сквозь такой пессимизм? Я бы сказала, это проявление вот того же, той же тенденции, желание получать деньги из бюджета. У нас такая территория ужасная, у нас там ничего найти нельзя, так вот нам дайте из бюджета. Ну, дорогие друзья, это, конечно, невозможно. И я думаю, сегодня мы можем об этом как-то поговорить, но в принципе, завтра я бы не хотела это, как бы, моменты касаться. Такой пессимизм в стране, все работают, как бы, да, я понимаю, это не, люди живут не в Москве, не в Петербурге, не в Екатеринбурге, но не живут, не в городах даже там, пятьсот с пятьюстами тысячами населения. Это другие территории. Но неужели уж так все прямо совершенно ужасно, без проследия? Неужели такая просто отдельно у каждого плохая территория? Нет? Я думаю, что не так. Конечно, я понимаю, что ситуация такой, такая неопределенность, которая сейчас в выборах осознанно как-то проявляется, какие-то, ну, как бы, непредсказуемые или труднопредсказуемые моменты, неизвестно, что будет, многие думают, как все пойдет. Тем более, вот, заявлено о приватизации. Конечно, нужно стоять, да, стеной. Все понятно. Но все равно, все равно, я бы сказала, обидно видеть вот такой вот пессимизм. Пессимизм обидно видеть и думать, что пресса вот так вот как-то уже сдается. Конечно, альтернативные источники доходов сегодня, они остаются старыми, по сути. Никто практически не заявил, что хоть какие-то деньги он смог выручить из рекламы, размещаемой на сайте, который создан. И многие из этих созданных интернет-проектов, они просто ложатся дополнительным грузом на редакцию. Они не приносят денег. Сейчас. К сожалению, это такой момент, да. Надежды были очень большие. Казалось, что вот сейчас, вот еще чуть-чуть, и вот мы сейчас. Но все-таки должна сказать, что есть успешные примеры. Есть редакции, которые извлекают некую прибыль из-за работы своих веб-сайтов. В Краснодарском крае есть такие редакции. Мы там много работали и вложили много усилий в эту территорию. Там есть редакции, которые могут и успешно работать с своим интернет-проектом и получать деньги. Поэтому не оставляйте усилий маэства, что можно сказать. Ну что сказать. Надо продолжать думать в этом направлении. Когда я анализировала разные территории, например, Брянскую область и Белгородскую, для меня было совершенно очевидно, что Брянская область в процессе приватизации может потерять свои издания. Территории, на которых выходит каждая муниципальная газета, малочисленные. Конечно, территория депрессивная и не развивает достаточно новые технологии. С другой стороны, Белгородская область совершенно другое. Муниципальные образования более многочисленные. Они все газеты, то есть работают в автономной форме. То есть они уже зарабатывают сами и понимают, как это делать. Ну и кроме того, в каждую библиотеку уже имеется выделенная интернет-линия, выделенный канал, есть компьютер, и они переходят к тому, чтобы все документы необходимые. Человек мог прийти в библиотеку и распечататься. Есть и статистика переписи населения. На Центральном федеральном области только три субъекта за 8 лет, в конце 50-го года, показали прирост населения. Ну понятно, что это Москва, понятно, что это Московская область, и третьей субъект, который показал прирост населения, это и Белгородская область, 111,5% в отношении к 2004 году. Все остальные субъекты ЦФО за 8 лет, от 100-100 центов, если это разница, 100% до 2005 года, осталось население 90-93%. Я поэтому ее и взяла, Васяна Владимирович, высказывал, что это интенсивно развивающийся регион. Ну вот такой регион, который работает, он, конечно, дает возможности газетам как-то по-другому себя чувствовать, но не сказала бы, что особенно порадовали меня эти газеты своим оформлением, это та же классическая модель муниципальной прессы, чоком-белым рянам, как правило, и так далее. И работа с почвой, конечно, сами понимаете. Ну, тем не менее, дорогие друзья, все эти сложные вопросы, которые вот сейчас стоят перед нами, и на которые вообще-то очень трудно отвечать, я думаю, нуждаются в обсуждении. Мы постоянно развиваем эту возможность обсуждений. И хотели бы, может быть, как-то и продвинуть это дальше. Вопросы реформирования наших СМИ, это вопросы, которые не могут решаться в сжатые сроки. Украина на переход от дотационной формы финансирования независимой дает семь лет. У нас такие стремительные темпы, разумевается. Мне кажется, все это нуждается в коррекции. И точка зрения должна быть сформирована. Медийное сообщество и издатели, прежде всего, издатели, должна быть сформирована. Мы обсуждаем с конгрессом муниципальных образований возможность создания организации, ассоциации издателей региональных и муниципальных СМИ. Не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь, но если вы считаете, что такая форма работы могла бы продвигать интересы сообщества, то я предлагаю высказаться на эту тему. Вы знаете, что коммерческая пресса – это хорошо организованная пресса. Она имеет ассоциации, она лоббирует свои интересы. Вот как бы муниципальные СМИ, которые, конечно, должны быть реформированы. Конечно, я думаю, надо переходить к общественно-правовой форме существования. Вы знаете, что мы разработали такую форму, всегда о ней говорим, она есть во всех наших зданиях. И я думаю, может быть, завтра Алексей Михайлович будет выступать, и он тоже о том скажет. Но вот надо лоббировать другие какие-то формы существования, которые бы отвечали бы интересам местных сообществ, интересам читателей, которые живут на этих территориях. Как бы ни продвигали мы интернет-проекты, вы сами знаете, что значительная часть ваших читателей никогда не будет работать в интернет и не перейдет к этому, потому что это все более стареющая аудитория. Но можем ли мы только на основании того, что мы сторонники прогресса, лишать эту аудиторию информации? Я думаю, нет. И Конституция Российской Федерации, 29 статья, предусматривает равный доступ людей к информации. Поэтому пока есть читатели, газеты будут существовать. У нас будет отдельная дискуссия. Вы видели, мы заявили на завтра гостиную, журналистскую пластиную, где ведущие спорщики по этой проблеме, господин Минченко, в частности, был предсказывать. Мишниченко. Да, гостин Мишниченко. Евгений Минченко. Так, эксперт, ты все время меня это. Да, вот эта дискуссия пройдет, и я думаю, что будет интересово мне участвовать. Предлагаю тебе, завтра прийти. Ну, друзья мои, я могу говорить долго, это обычная практика, завестись и без конца говорить, но, значит, мои следующие предложения, все-таки обдумать с необходимостью организации нас всех, такую форму, которая позволит все-таки отставить наши какие-то интересы, позволит продвигать наиболее приемлемые формы. И прошу высказываться, мы предоставим возможность высказываться на нашем сайте, все предложения ваши будут опубликованы, вы видите, никаких купюр нет, и если кто-то ругает меня ужасными словами, все написано, все написано. Поэтому, пожалуйста, высказывайтесь. Вот издание Конгресса муниципальных образований тоже опубликует, надеюсь, мой материал, где тоже будет вестись дискуссия. Поэтому, пожалуйста, высказывайтесь, это будет очень полезно, нужно, и, я думаю, как-то поднимет интерес к проблемам. Пока 3,5 тысячи газет молчат, поэтому, как будет, там будет. Если будет какая-то все-таки сформирована позиция нормальная, то другая картина. Такое мое предложение. Дорогие друзья, мы сегодня позвали исключительно интересных для вас выступающих, и я сейчас передаю слово. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, пожалуйста. Что касается муниципальных газет, мы там развернули, то есть есть такая проблема, надо печатать кучу обязательных бумаг, никому не нужно, но закон федеральный. И плюс еще есть национальная проекция. Вы не смотрите, проекте делать. А так я согласен с вами, да, коммерческие здания, если вы компрюджетов нас отстанет, мы их порвем. Ну, конечно, пока не отстанет, я пока не отстанет, я боюсь, что не отстанет, я думаю, что да. Но, тем не менее, вы понимаете, все-таки такая позиция президента, я думаю, обнадежна. На самом деле, конечно, я, например, не думаю, что когда на 5 тысяч тиража 65 сотрудников выпускают издание, все они журналисты и все они работают. Скорее всего, это часть таких подснежников, которым там платят зарплату. Ну, мое такое мнение, я просто не понимаю, что они там делают. Смотри, положи, никто не делает. Проблема же в чем? У нас никогда и в одной школе никто не умел проводить деференциацию. У нас всегда символизм увеличили аспирин. То есть, им кажется, что у нас региона одинаковые, города одинаковые, региона одинаковые, региона одинаковые, поднимвость одинаковая, настоя бы подходит всем. У нас этот синдром унификации всего и вся, где можно, где нельзя, она абсолютно во всем, в том числе, frogsжулировал Fi Sw Shift. И вот эта вот идея унификации – это как раз и тем же самых людей, которые привыкли все проблемы решать абсолютно одинаковыми методами. Ну, вот такие типичные случаи. И это, как понимаете, это вот вопрос, это просто подходы к жизни в принципе. Это люди, которые собственную салону не очень понимают, к сожалению. В национальной этой прессе что будет? Если ее отстегнуть, она уже... Ну что, кто сказал, что он? А кто? Ну, да, помогет регионам. Ну, а что вы имеете в виду в национальной прессе? Какие задачи? На национальных языках. А, вы имеете в виду прессу национальных языках? Конечно. Конечно. Вот здесь и нужна общественная правовая форма, и нужна поддержка. Потому что есть очень малочисленные народности, им нужна своя газета. Конечно, такая газета никогда не будет оккупаться. Никогда. Она не может просто оккупаться. Или каждый, кто ее читает, должен платить, я не знаю, какие деньги. Что невозможно. Конечно, для такой прессы нужно добиваться поддержки. Она исключительно социально важна. Поэтому этот вопрос, как раз, я считаю, должен быть достаточно понятным. Но нигде об этом не говорит никто. Поэтому я предлагаю вам обсуждать это и подвязать это. Понимаете? Все смотрят на количество названий и на тираж. Что они там с этим тиражом делают? Да они вообще не нужны. Сунгуркин вообще считает, что там подпишутся все на его комсомольское право. На его право. Да, да. Вы понимаете, это было как раз на круглом столе в Совете Федерации, где и я выступала, господин Сунгуркин. И вот он, значит, сказал такую фразу, что отдельные вот такие вот муниципальные здания позволяют себе платить за оплату журналистам даже больше, чем я плачу. Вот интересно, да? Вы представляете? А на это с другом где-нибудь спрашивают? Нет, тамбов принялся в виду. На что тамбовская пресс-секретарь и губернатор встала и сказала, в вашем издании там читать нечего. Он сказал, это дело вкуса. Понимаете? Это серьезно. Понимаете? Вот они считают, тем не менее, что все раз и перейдут к чтению его газеты. Оно многим не нравится. Понимаете? Это дело вкуса. Кто заставит вас выписывать коммерческую газету, ну и люди не будут выписывать, и все. А включат вас? Нет, включат. У вас включат, как и вкуса у нас катастрофическое мушение. Тогда уж газеты изместки на политический порядок. Ну, не знаю, начали менять свою позицию в зависимости от личности. Вот сейчас. Я слышу. Должна сказать, что да, вопрос это тяжелый. И какая-то модель. Должна быть выработана нормальная модель. На самом деле нормальная, европейская, я считаю, модель. И здесь мы ближе скорее к Швеции, к Норвегии, чем к США. Должна сказать, что он уже уровень жизни передал. Ну, уровень жизни, да. Ну, пока что, давайте все. То есть, и глупо, то и глупо. Ну, как они сами это сделают. Что же давайте? Как это давайте? Что шведы нам это должны? Ну, это, вы понимаете, в чем вы думаете? Давайте, это значит, мы должны это делать. Вот давайте, призыв, значит, давайте, да. Делать с травой нормально. Другого варианта нет. Шведы могут помочь, но сделать не смогут. Норвежцы сколько в Мурманск области работают? И что? Не получается. Проблемы скуки в районных газетах, лицо не отмедли в России, к сожалению. Да, да. Скуки в районных газетах, мое хрустное, непонтаксимое. Ну, конечно, конечно. Вот в том-то и где. Поэтому, конечно, вы понимаете, как только я что-то сказала в защите, то вообще ядом все зашлось вокруг меня. Народ, который посчитал необходимым высказаться, он просто нервно высказывает. Я в том, что эти люди, которые читают такие газеты, они в Казахстане не кем-то писат. Вот, это правда. Это же такая площадка. Да, вот я об этом и говорю, что, конечно, это обсуждение интернет-сообщества, которое, ну, совершенно по-другому уже воспринимает все и действует иначе, получая информацию. Им это вновь окучивается. Но есть аудитория, которая так нуждается в этом. Что делать? На одной из дискуссий, вот, журналистский клуб и так далее, выступала Елена Ясиновская, которая сказала, что ей вообще какие-то там газеты не нужны. У нее есть друзья, блогеры. Она с утра, там, 12 блогов, файл просмотрит, и она все знает. Дорогие мои, для этого нужно иметь возможность с утра налить кофе, сесть к компьютеру и просмотреть 12 блогов своих друзей, которые будут обсуждать то, что уже будет опубликовано в традиционных СМИ или в интернет-ресурсах, которые являются СМИ, да? Ну, тогда она получит, конечно, вот уже какие-то другие. Но обычный человек, он встает и бегом на работу, и ему нет времени для того, чтобы вот, как бы, прочитать массу блогов и выработать свою позицию. Правда? Он нуждается в структурированной информации. Особенно сельские жители. Ну, конечно, сейчас он встал в 4 ночи, перед дойкой коровок, просмотрел 12 блогеров, выработал позицию. На самом деле, эта борьба за шабрение будет позже. А главное бороться за сохранение привычки к чтению как таковому, потому что уничтожая аудиторию, вы ее вообще не вернете. Она идет просто в никуда. То же самое, как вот у нас, ему говорили, шла борьба, продолжается борьба, у нас все там не децензионные продукции. И чем это кончилось? Куда, это, что? Она ушла не лицензионная лицензионная, она ушла в интернет. Понимаете? То есть, это примерно то же самое. То есть, никто эту аудиторию не получит. И плана просто будет утрачена навсегда и все. То есть, это, это дальнейшая, скажем так, деградация культуры чтения страны, в принципе. Вот все, что произойдет в результате. Кстати, это было положение, которое выслало наибольшую ярость у тех, кто обсуждал вот нашу статью с Александром. Действительно, муниципальная пресса, существуя в любом, я должна сказать, виде, скучном или не скучном, тем, что она существует и люди что-то читают, она поддерживает привычку к чтению. Последние исследования, больше 70% населения России в прошлом году вообще не прикоснулось к книге. Вы понимаете это? Это идет и нарастает, все больше развивается эта тенденция отказа чтения. Поэтому, да, вот это вызвало просто ярость. Я не знаю, почему, но это как бы не моя любовь к какому-то сегменту СМИ, но это объективная реальность. Чем больше все-таки аудитория, которая хоть что-то, хоть что-то читает, да, тем дольше будет существовать привычка к чтению. Это так, но вот вы понимаете, почему я это говорю? Вот эти резкополярные позиции, которые существуют. Свободу. Дайте нам свободу, не знаю, правда, как это, но любой ценой всех этих не забыть, закрыть, немедля закрыть и рекламу нам. Вот это позиция. И когда начинаешь говорить о необходимости других подходов, о постепенном решении проблемы, о информировании, о создании условий для тех, кто все-таки способен, о создании условий для выживания, это раздражает невероятно. Я понимаю, что такой вопрос. Самый главный конкурент – это спад газеты, которые распространяются по ящикам. Беспадка. Беспадка, да. Причем некоторые из них достаточно интересные, и они как бы очень четко попадают в читательскую историю, да, и выдают интересные факты, выцепляют в жизни города, да, то есть как бы читателей они себе забирают, да, при этом забирают еще и рекламодателя. Но в этих газетах вы не найдете ни аналитики, ни какой-то полемики, да, вот наше газетство, и мы стараемся выдерживать в традициях общественно-политических с них, да, я бы не хотел заводить там, я, главное, не хотел бы там заводить, да, шарик-фаналик в большом каком-то объеме, да, как бы что-то съезд в количестве бумаги, да, определенное, и это тоже дорого все, да, если вот ее расширить, я не могу, у меня нет бюджетности, да, то есть сейчас газета, ну, у меня есть некоторые утренние проблемы с исполнительными, вот рекламные службы сейчас пытаюсь все расширить, я думаю, что максимум, что я могу рассчитывать, это полкаться, придет, ну, просто максимум, что ты не о таком развитии те вещи не можешь, в этих вот, какая-то условия, вот, с импульсом, да, при республике Коми, да, с определенной позицией власти, с определенным холдингом, который, смель-холдингом, у которого власть есть, у власти есть, да, который, там, долгие предприятия, в результате чего, там, незаисплости ничего не достает в статусе, и эта ситуация не разошьется с, если, допустим, там все приватизировано, да, вот холдинг, он и останется, вы будете понимать, что он не государственный, да, но поскольку, поскольку это все завязано на дать бюджет, который прокачивается из предприятий, да, они будут дальше, 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 дальше жить, освещать позицию власти, а мы будем, вот, где-то там, на замок, вот, как с этим, это ситуация. Но это, может быть, просто, как, вот, для дискуссии, тема. Ну, я понимаю, знаете, есть даже территории, по-моему, Новосибирск, где на созданную городскую газету суд подавали, требования, требования такое, пусть она следует 121-го закону, там сказано, что она должна публиковать документы, вот пусть публикует документы, а то взяли модуль публиковать критические статьи, аналитику. То есть оказалось видно, что Новосибирская газета, вот эта созданная властями, городская газета, тем не менее, достаточно такая жизнеспособная, да, достаточно острая. И вот независимые коммерческие издания ужасно нервничают, конечно, она отбирает. Она отбирает рекламу, она отбирает, ну, и спонсоров. Не знаю, как бы это. Вы понимаете, я бы считала, что, да, что газеты должны быть поставлены приблизительно в равные условия, и та, которая останется, та останется. Вот это и есть вот наша идея реформирования. Что делать? Вы понимаете? Бесплатную раздавать? Вот тоже, да. Я думал, кстати, у нас три бесплатные газеты на небольшой город, но там до 300 тысяч. Ну, мы пенсионерами, уже последнее привело. Вы, наверное, имеете в виду про город. Да, да. Ну, это, конечно, и все. Ну, что, сначала, да, да. Вот, боже, сохранили. Ну, и что? Подписка осталась, читатели остались такой. Потому что я подумал сразу, думаю, ну, хорошо, я буду доделать 48 страниц раз в неделю. Ну, я их выпускаю каждый день. Все работаем цветную. То есть, такой, мы их просто задаем. Задаем как тараканов, у них ни журналистов, ничего нет. Ну, если пару бездельников, я уволюсь из кризиса, вот они там работают. Но это второй вопрос. Вообще, это не совсем пресса. Вот тут, когда обсуждают спам в интернете, спам в интернете, вот какие-то законопроекты, так это тот же самый спам, когда мне в ящик бросают то, что я не заказываю. В Англии запретили. Вот это, вот эта проблема у вас как-то придется. Проблема в вопросе и перенитации. То есть, с городами, типа Сетхата или Белгорода, или Росслава, нет никаких проблем. Достаточно большое данное. Когда речь, когда мы говорим о судьбе вот этих муниципальных местных газет, речь совершенно очевидно идет по периферии. Речь идет там на территории с населением там менее 20 тысяч, глубоко говоря. Особенно, если она дисперсная, если там транспортные издержки гигантские, там смотрите на Ифутию, на Краснодарский край, там невозможно доставлять газету, чтобы она плодли была. Да, это будет тоже самое. Ну, в Кудакский и Шпакоский, в Куумский, в Куумский, в Куумский. Вот будет о чем идет речь. Поэтому требуется застой. Должна быть дифференциация. Не может быть единый подход ко всем. То есть, когда они последние договоры, там, где вывезти запас виски снизу до верфи, когда мы берем китые борьбы, они остановились, там, полно говоря, на 35 тысяч населения. Тоже мало, но ходят не до каждого села, да, принудительно. Вот газетная ситуация вот совершенно детальна. Вот они в разных сферах, и, например, одно и то же. Да, дорогие друзья, вы видите, сразу возникла дискуссия. И, конечно, серьезные проблемы. Я думаю, что у нас еще будет время обсудить.